Глаза смотрят, а руки чешутся. Чтобы соблюсти давнюю традицию, мародеры выбрали место посветлее. Нашли камни. Неизвестно, как долго они их швыряли, пока попали в цель. Нужно полагать, этот аттракцион длился не пять минут. Видимо, ночные снайперы задумали уничтожить все плафоны, которые их окружали. На это требуется время. Поутру южане оценили эти старания. Сколько денег сделали, и это все ломать, зачем это надо? Все для людей? Нет, я против этого, конечно. Вы же сами сидите на этих лавочках. Я сейчас встала и говорю, какой это вообще ужас. Ну, вы сидите и плюете под себя же. И потом сами же ходите сюда. Приятно. В памяти жителей еще свежи воспоминания о других вредоносных происшествиях в сквере. Каждый акт вандализма сильно сказывается на бюджете парка. В наличии таких плафонов, конечно, нет. Они будут приобретаться. Ну, приблизительно, где-то полторы тысячи за плафон. Перевернутые урны и лавочки поставили на место. А то, что сломали, увезли в ремонт. Пользуясь пасмурной погодой, почистят фонтан. Купаться в нем тоже стала традицией у местных детей. Хотя это небезопасно. Там купаются голуби. Туда приходят искупаться, возможно, какие-то бродячие животные. И все. Требования к чистке фонтанов тоже таких вот строгих нет. Дети могут нанести себе травму об форсунке, об острых краях форсунок. Например, могут подскользнуться на гранитных плитах, удариться, упасть. И вот ответственность за них именно несут их родители. В зависимости от ущерба здоровью ответственность может быть как административной, так и уголовной. А вот кто ответит за аллею разбитых фонарей, этот вопрос так и остается открытым. Продолжение следует...